Итак, продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тилима. Мы добрели до 74-го псалма. Немного толкования по этому псалму есть. В первую очередь все древние книги пишут о том, что когда у тебя есть какие-то ненавистники и ты чувствуешь, что они тебя, ну как бы это по-русски сказать, достали, читается этот псалом, он очень помогает. Еще в этом псалме есть особое свойство. Когда какому-то городу, местечку там и так далее грозит такая общая какая-то опасность для спасения города, 74-й псалом читают утром и вечером до захода солнца два раза всей общиной и это очень помогает. Вообще этот псалом говорит о нынешнем четвертом изгнании и он говорит о том, что врагам, разрушившим храм, казалось, что они уничтожили уже Израиль, победили самого Бога. На самом деле они разрушили уже разрушенное, то есть люди сначала поменяли ситуацию в мире, а потом уже Всевышний позволил ему уничтожить храм, потому что он излил свой гнев на бревна и камни, сохранил народ на вечное, поэтому, в общем-то, закажущаяся такой минорностью это очень оптимистичный псалом. Идем дальше. От врагов в древних книгах написано, что от врагов это чудесное избавление, может быть, благодаря этому псалму, что выше природы. Когда ты его читаешь с полной отдачей, это избавление может быть выше природы. Если человеку нужно какое-то чудо, вот это вот то, на чем все книги древние пишут, особенно, если в рукописи Раби Алькабица, это автор такого гимна Леха Доди, что если нам срочно нужно чудо и такое, знаете, великое чудо, нужно прочесть 24 раза 74-й псалом и с полной отдачей, и мы увидим чудо. Ну вот, пожалуй, все по 74-му. Брахавы от слаха.